Привет! Мы с вами находимся на юго-западе Москвы в Академическом районе и в окрестностях станции метро Академической Оранжевой ветки. Здесь от проспекта 60-летия Октября и до Большой Черемушкинской улицы проходит улица Шверника с двухсторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина улицы составляет почти полтора километра. Недалеко от улицы проходит окружная железная дорога около станции Канадчикова. Ныне это НТК. До 1971 года назывался улица Телевидение, потому что здесь хотели строить телецентр. Потом отказались и улицу в 1971 году переименовали в честь советского политического деятеля Николая Шверника, который был связан с Москвой. Долгое время работал на заводе в Петербурге, потом в партию большевиков, в Геологии Тарсии, в Петербурге, Николаеве, Туль, Самаре, в других городах. Ну и затем, соответственно, уже участвовал в боях в Гражданской войне против Чехловасского корпуса, которого оборонял Самаров. И, соответственно, был военным комиссаром Сембирского стрелкового полка, но очень часто в Гражданской войне. Потом работал на руководящих поста в системе снабжения армии на Кавказе, а потом долгое время был на профсоюзной работе, в общем-то, был связан с профсоюзами, ну и в других, в общем, партийных должностях, в том числе на Урале. И, в том числе, и в Москве тоже какое-то время жил. Вот. В годы Великой Отечественной войны отвечал за эвакуацию советской промышленности в восточный регион СССР. После выхода Калинина на пенсию, шверник сменил его на посту председателя президиума Верховного Совета СССР. Это было в 1046-1053 годах. Ну, а после смерти Сталина он ушел с партийных государственных должностей на какое-то время, вернулся к работе в профсоюзах, стал председателем ВЦСПС в 1556 года. Ну, после прихода власти Никиты Хрущева, он был назначен председателем комитета партийного контроля ПЦК КПСС в 1556-1062 годах, а затем был председателем партийной комиссии ПЦК КПСС. В 1656-1062 годах здесь занимался вопросами реабилитации жертв политической репрессии при Сталине. Но после 23-го съездка ПСС в 1656 году оставил аппаратную деятельность из-за предполного возраста и уже, соответственно, доживал свои дни просто в Москве, уже в таком, наверное, почетном должности. Ну, собственно, прожил он после этого недолго, до 2170 года, когда скончил. Ульца Жилищно-Социальная на всем протяжении. Здесь находится довольно много жилых домов, и в основном все они были построены в советское время, но хотя есть уже и современные дома. Это 4-5-этажные дома здесь преобладают, 50-60-х годов постройки. Также есть 9-12-14-этажные дома. В основном, по другой стороне улица 60-х годов постройки, также 16-этажные дома 60-х и 80-х годов постройки, но есть и современные дома. Это 9-10-16-17-этажные, построенные в 2000-е годы, а также 36-этажный дом, построенный в 2015 году, совсем недавно. Также идет на улице строительство жилого дома для пересенцев людей по программе реновации зданий под номером 6. Также на улице находятся 3 детские сада и 2 школы, даже 4 детские сада и 2 школы. Есть также акустический институт, довольно важный объект, зданий под номером 4, который находится на пересечении как раз улицы Шверника, и вот еще в улице, забыл, как называется, но это тоже, это самое, где находится пинтеатр Ханой, по-моему, да. Ну, вообще вот так, в начале улицы находится этот классический институт, который был в 1353 году, является лидером в области исследования звука. Даже на давленном офисном здании находится Московский научно-практический центр наркологии, зданий подром 10, это больше наркологический диспансер. Торговых заведений, конечно, довольно много, в том числе торгового комплекса у него самого Дикси, под номером 13, корпус 1, рядом находится районный административно-досуговый центр, под номером 13, корпус 2. Отмечу прославный храм Святой Троицы, в старых Черемушках, зданий подром 17. Раньше здесь был храм еще с 18 века, который разобрали в конце 19 века, находился в селе Черемушки-Троицкое, там же было село Черемушки-Знаменское и село Черемушки-Троицкое. Они рядом находились, но это были разные села. Здесь была церковь, но в тайское время храм был закрыт, в нем разметился завод, а в 1660-е годы он вообще был разрушен. И на месте храма сейчас находится площадка и пруд, ну, то есть, по сути, зона отдыха. Кладбище тоже было снесено около храма, ну, и новый храм здесь был построен вот в 2005 году на месте разрушенного в 1660-х годах старого храма. Построен в селе Русского Зуруча. Ну, еще отмечу, в конце улиц находится дом аспиранта и стажера МГУС с бассейном и комбинатом питания. Правда, говорят, бассейн сейчас не работает, но точно это я не знаю. Издание подрома 19, пятью корпусами, студенческое общежитие Московского государственного университета на причине с Большой Черемушкинской улицей. В него входит 2-16 этажных корпуса с Соединенным Переходом. Общежитие было построено в 1660-х годах. Ну, и всякие другие там строения, соответственно, боковые двух-трехэтажные блоки, в которых находится очевидно и бассейн, да, и кабинет питания, ну, и другие всякие такие вот сооружения, которые обслуживают вот эти вот 2-16 этажных студенческих корпусов. Общежития были построены в 1660-х и 70-х годах на месте бывшего кладбища при храме Стой Троицы для разрушки общежития главного здания МГУ, дом студентов, который находится на Абробио-гора. Ну, в корпусах живут студенты АССРАН факультетов МГУ, а также и других факультетов, не только Московского университета, но и других вузов стран. Вот, наверное, что бы хотелось, в общем, наверное, главное сказать об этой улице. Вот, в принципе, особо ничего интересного здесь нет, но вот Бархославный храм, отмечу, также, может пристать интерес. Ну, и вообще, зона отдыха, там за жилыми домами находится зеленая зона, как раз сегодня неподалеку от храма, около общежития, так что там можно погулять. Ну, а добраться в Тро-Академическом, на автобусах 119-786. Приятных прогулок, и до новых встреч на улице Махтин. Субтитры создавал DimaTorzok